Привет! Я Рита Мурадова и это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами поговорим о летнем базовом гардеробе. О том гардеробе, который будет универсален, большинству из вас смотрящих подойдет. И в том числе том гардеробе, на основе которого можно составлять любую капсулу или же оставаться просто внутри вот этого набора вещей и все лето существовать абсолютно с большим комфортом. Поэтому, если эта тема вам интересна, давайте начинать смотреть. Перед тем, как я начну, небольшой дисклеймер. Безусловно, все эти вещи достаточно универсальные, но при этом каждую из них нужно подгонять немножко под себя, под свой стиль, под образ жизни, под то, что вам нравится, что в принципе вам нужно носить или у вас есть какие-то определенные требования. Поэтому это нужно учитывать. Давайте начнем, наверное, сразу с топов. Я в первую очередь, безусловно, уверена, что к этому моменту я уже показала, из чего состоит летний базовый гардероб в общей картине. Если нет, то покажу прямо сейчас, где-то здесь, может быть, даже прямо у себя на лице. А после этого давайте сразу переходить к частично, просто по шагу. Буду пояснять каждые элементы этого гардероба, плюс в конце постараюсь показать вам вариации того, как можно сочетать вещи внутри этого базового летнего гардероба. И начнем с топов. Неизменно у нас остаются футболки. У нас есть футболка белая или даже кремовая. Кремовая, в принципе, более удобная, потому что подходит большинству цветотипов и не слишком подчеркивает красноту на лице. Дальше у нас есть серая. Я, опять же, естественно, буду смотреть в эту сторону, потому что здесь у меня находится ноутбук со всеми картинками, которые я для вас собрала. И эти две футболки достаточно универсальны. Почему универсальны? Потому что эти футболки, опять же, нужно упомянуть о том, что вырез вы выбираете исключительно под себя. Или V-образный вырез, или полукруглый, или мысочком. Все, что вам нравится. И опять же, все, что подходит вашему форме лица. Если у вас, например, круглое лицо, то, безусловно, округленный вырез. Не стоит выбирать. Стоит выбирать что-то, что визуально его будет вытягивать. То есть, например, V-образный. Это, я думаю, вы уже знаете. И эти две футболки достаточно универсальны. Чем? Они могут сочетаться с чем-то более кэжульным, как, например, джинсы, шорты, юбки и так далее. И одновременно с этим вы можете надевать какие-то совершенно крутые, легкие, льняные брюки со строчкой летние и каблуки. Это будет смотреться очень уместно, красиво и будет немножко разбавлять достаточно строгий такой образ ваш. Поэтому футболки, я считаю, в принципе, вот как вы могли видеть мои видео с базами гардеробов на абсолютно все сезоны, которые я уже когда-то делала на канале, футболки очень универсальны. Они должны быть в гардеробе, и они практически всегда пригодятся абсолютно в любой ситуации. Лето, это весна, осень или зима. Дальше мы идем к еще одному такому элементу. И вы можете видеть определенные изменения в составе базового гардероба, и вы видите достаточно яркую, необычную футболку. На этом моменте, на этом месте может находиться, в принципе, любая футболка со слоганом, слога какая-то достаточно кричащая, но при этом более нейтральная, не слишком сумасшедшая, которая будет сочетаться с большинством вашего гардероба. Это вот будет вашей такой фишечкой, стейтментом, что-то, что будет рассказывать о том, кто есть вы, что есть ваш стиль, что вас выражает. И опять же, эта вещь, главная особенность, как и особенность любого базового гардероба, любой вещь базового гардероба, она должна с большинством вещей внутри этого гардероба, и в том числе, сочетаться. И эту функцию данная футболка выполняет, потому что она достаточно нейтральная, принт не супер сумасшедший, и цветовая гамма, в том числе, достаточно обширная, чтобы вы могли сочетать ее и с чем-то нейтральным, и с чем-то достаточно ярким. Следующее у нас это такой вот бельевого типа топ. В данном случае он бежевый, может быть и белый, может быть кремовый, может быть черный. Я хочу сказать по поводу этого топа, во-первых, он достаточно универсальный, опять же, он может сочетаться с джинсами, с чем-то очень кэжемным, и с более изысканными вещами для более официальных случаев. И такой топ чаще всего летом может носиться без любой верхней одежды, но если у вас есть какие-то вопросы по поводу своих рук, или вы хотите их прикрыть, то, безусловно, носим любую из указанных в следующей, в дальнейшей части видео. Верхнюю одежду все подойдет абсолютно, потому что топ достаточно нейтральный. Он настолько нейтральный, что его можно носить практически со всем, в том числе и с какими-то, не знаю, рваными джинсами, и он будет смотреться идеально, с какими-нибудь подвесками по типу тех, что надеты на мне сейчас. Дальше переходим вниз, и будем так вот слепо направо идти. У нас есть в полоску голубая классическая рубашка. Я, в принципе, обожаю голубые рубашки, потому что они смотрятся более кэжуально и применимо к жизни, в отличие от белых рубашек. И если у нас есть белая, как мы видим здесь, у нас здесь даже более кремовая. И вообще кремовый более такой универсальный, комплементарный цвет. Так вот, если вернемся к голубой рубашке, она может сочетаться как с джинсами, точно так же и с брюками, с каблуками. Это может быть и джинсовая юбка, это может быть и юбка по фигуре, юбка-футляр для более официальных случаев. Ко всему такая рубашка подходит. Единственное, на чем нужно остановиться 100% это материалы, которые мы используем для летних вещей, должны быть максимально дышащими. Почему? Дышащими, дышащими. Почему? Потому что лето, жарко, и очень явно будет, если вам будет дискомфортно. Во-первых, не хотелось бы, чтобы вы потели постоянно, а все ненатуральные материалы, точнее большинство их, имеют такое свойство. Они не пропускают воздух и создают определенный вакуум с вашей кожей, поэтому любое, наверное, наслаждение от вашего внешнего вида будет скрашиваться тем, как вы себя чувствуете в этой одежде. Особенно, если вы потеете, и если у вас обильное потоотделение, то на таких более светлых, но все же цветных вещах очень видны будут данные моменты. Светло-розовый, светло-голубой, светло-зеленый, все такие цвета, и в том числе, кстати, и светло-серый, это те цвета, на которых очень явно будут пятна от пота. Поэтому это нужно учитывать, и если, безусловно, если вы все равно хотите купить эту вещь, очень советую воспользоваться такими специальными, как ни странно это звучит, прокладки для подмышек. Вы их прикрепляете на внутренней стороне изделия, вот прямо в зоне подмышек они будут помогать впитывать в себя влагу и, естественно, не пропускать ее на само изделие. Вот такой небольшой стилистический лайфхак. Следующее, что мы видим, это, опять же, рубашка, и в данном случае она шелк, поэтому, что я хотела взять немного другой материал, чем обычная, вот эта голубая рубашка, что-то более изысканное, опять же, при этом шелковое можно носить с джинсовой юбкой, или же с брюками, или с джинсами, или с чем-то супер изысканным, как, например, юбка по фигуре. Тонкий шелк, очень хороший материал для лета. Дальше у нас есть яркий, как мы уже знаем из предыдущих видео, красный достаточно универсальный цвет, который можно использовать в базовом гардеробе, и он будет вписываться практически во все образы. И в данном случае это такой топ, опять же, слегка в бельевом стиле, очень уместный, красивый, опять же, оттенок красного вы подбираете исключительно под себя, под свою внешность и под свой цветотип. Это может быть более морковный красный, и более, или более такой синеватый, глубокий красный, но вот в оттенках я советую на лето выбирать что-то более светлое, не слишком глубокие оттенки. Дальше у нас есть с удлиненными рукавами, просто с длинными рукавами топ в полоску, в горизонтальную полоску, если вы хотите, где-то может быть вертикальная полоска. Полоска достаточно универсальный принт, совсем абсолютно сочетается, как вы уже знаете из моих видео, плюс, опять же, выбираем достаточно натуральный материал, и на прохладный вечер это идеальный вариант топа. Переходим к следующей части, и следующая часть это у нас верхняя одежда и низ, начнем с низа, чтобы потом подниматься к более теплым условным вещам. Мы видим перед собой брюки, посадка на талии, высокая посадка вообще дает вам возможность сочетать с огромным количеством вещей ваши наряды, и плюс вот эти брюки будут сразу завершать образ, сразу визуально удлинять ноги, и, например, если вам что-то нужно заправить в них, эта вещь при подъеме рук не будет выправляться, что, безусловно, прекрасно. Такие брюки, и они в данном случае, они не иные, может быть совершенно любой материал, опять же, достаточно комфортный для лета. Эти брюки могут быть dress up и dress down, представьте их с, например, вот этой футболкой с лого и с какими-нибудь кедами белыми, или же с шелковой рубашкой и с каблуками. Два совершенно разных образа, это я только про два сказала, их может быть просто огромное количество, и с футболками, и с топом в полоску, или же с рубашкой в полоску слегка заправленной. Как вам нравится, все будет смотреть достаточно ярко. Плюс хотела бы немножко такой откат назад сделать по поводу цветовой гаммы на лето. Я очень советую оставить черный исключительно в определенных аксессуарах, и если вам нужна более темная база, выбирать насыщенный синий, насыщенный зеленый, насыщенный коричневый, глубокий какой-нибудь, да, все цвета, которые не черный, или же темно-серый, это все те цвета, которые будут летом идеально смотреться, и при этом все-таки более светлые, более яркие, чем классический черный. Поэтому черный оставляем исключительно в аксессуарах. Я вам так предлагаю сделать. Следующее, приходим, у нас это джинсовая юбка, в данном случае юбка, в данном случае, в данном случае юбка посадка на талии, опять же, для того, чтобы она была максимально универсальной и совсем сочеталась. Длина чуть выше колена, опять же, длину, как всегда, подстраиваете под себя. И, во-вторых, у нас сейчас тренд на джинсовые юбки, которые к нам пришли еще с нескольких лет назад, поэтому теперь пока есть возможность, можно и нужно носить и сосчитать, в том числе и с таким шелковым топом, и с обычной футболкой, и с яркой футболкой, с лого, с каблуками и с кедами, как вам нравится. Дальше у нас есть достаточно универсальный принт, и этот принт у нас на юбке с декоративной деталью, которая, казалось бы, должна увеличивать, но на самом деле из-за того, что она идет диагонально, и такая вещь, кстати, сейчас в большинстве, даже масс-маркет магазинов, она будет стройнить. И вот эту юбку, длина у нее чуть выше колена, можно носить как с рубашкой, точно так же и с обычной футболкой, с футболкой с лого, с чем угодно, и она будет смотреться очень красиво, хоть с каблуками, хоть с кедами. Дальше у нас есть юбка чуть длиннее, это длина миди. Опять же, данную юбку я выбрала в материале лен. Почему? Потому что дышащий прекрасный материал, комфортный, красивый, легкий. Единственный недостаток лена, то, что он мнется, поэтому об этом нужно помнить ее немножко разглаживать, или же вы хотите брать юбку с мятым эффектом, тогда тоже нет проблемы. Данную юбку, чем она хороша? Эта полоска очень нейтральная, этот приглушенный, лимонный, даже слегка горчичный цвет не превалирует в наряде, поэтому если вы надеваете любой топ, яркий или не очень, эта юбка не будет его заглушать. И опять же, эта юбка, особенно за счет такой декоративной детали, слегка приглаженной баски, смотрится очень адекватно, комфортно, уместно в течение дня и с кедами, и в том числе на вечер, надевая шелковую блузку эту юбку, вы надеваете яркие каблуки или однотонные каблуки, и получаете очень универсальный образ. Дальше у нас есть для вечера, для особых случаев, частично для работы. Юбка классическая, футляр по фигуре белая, это может быть кремовая, может быть светло-серая, опять же, цвет вы выбираете исключительно под себя, может быть и бежевая. И эту юбку мы носим с чем-то достаточно элегантным, как, например, шелковая блузка или шелковый топ, и каблуки на вечер, на вечеринку, на коктейль, на свидание, как вам нравится, это будет очень уместно. Или же каблуки и футболка для, допустим, офисного образа с нечетким регламентом по рукаву, и для образа, который можно надеть днем на встречу, но не на не очень официальную встречу, когда хочется быть одновременно и женственной, и уместной, и не выглядеть overdressed. И единственное, джинсы, вообще по поводу джинсов я должна сказать, что на лето я их очень не советую, просто потому что достаточно жарко и дискомфортно, и если вы такие их носите, это однозначно должен быть светлый деним. Надеваем их, и посадка в данном случае на среднее, она может быть чуть выше, низкую посадку безусловно не советую. В данном случае я выбрала прямые джинсы, они заканчиваются не зауживаясь к щиколотке, для чего? Для того, чтобы, во-первых, не нужно было с такими джинсами носить каблук, для того, чтобы визуально стройнить ногу и не делать акцент на стопе. Джинсы универсальный элемент, безусловно, оставляем, но я бы не делала на них акцент на лето. Дальше, у нас есть джинсовые жакеты, в данном случае я говорю именно жакет, а не куртка. Почему? Потому что посадка у этой куртки икрой очень конструированный, она держит форму, четкая линия плеча, и что данный вариант дает, я опять же не обязываю вас покупать точно такие же джинсовые куртки, но если вы купите, эта вещь может служить действительно заменой, идеальной заменой жакета на лет, на более прохладную погоду, на тот случай, когда вам хочется чуть больше многослойности иметь, но при этом не спариться в одежде. Дальше у нас есть кожанка, опять же на прохладные времена, на ней останавливаться не буду, кожанку, про нее вы уже, что вы вообще не знаете про кожанку, мне кажется, уже все знаете. Дальше у нас есть удлиненный жакет, это может быть пальто или просто удлиненный жакет, кремовый или белый, для более официальных случаев, плюс для обычного дня, когда стало прохладно, мне хочется надевать что-то совершенно осеннее или даже весеннее, но темное. Следующий момент это у нас жилет, и я считаю, что жилет это совершенно недооцененный элемент одежды, который на лето подходит просто прекрасно. Почему? Если вы надеваете жакет, если у нас жарко, вам становится жарко, дискомфортно, вам уже не хочется все это носить на себе, хочется снять, но при этом достаточно часто, и мне даже вот в инстаграме поступали вопросы о многослойности летом. Легкий из дышащего материала жилет будет идеальным вариантом и заменой жакету летом. Красивый, аккуратный, собирающий вместе образ, идеально подходящий для более офисного дресс-хода или для просто более официальных мероприятий, он вписывается абсолютно практически в любой образ, и с футболками, и с рубашками, и с джинсами, и с брюками, и с юбками, с каблуком и с низким ходом. Такой жакет, особенно удлиненный, будет прекрасным вариантом. Дальше переходим с вами к платьям и аксессуарам, таким как обуви, сумки. Платье одно белое, оно может быть, опять же, длину вы регулируете по себе, оно может быть с небольшими рукавами или же без них, длина может быть миди, макси. Эта длина чуть выше колена, я считаю, ее одной из самых идеальных, и данный силуэт платья тоже достаточно универсальный. Почему? Потому что есть акцент на талии, А-образный подол платья, прикрытые слегка рукава, вырез не слишком явный, все нейтрально настолько, что вы можете сочетать это платье с каблуками или с низким ходом с босоножками для более официальных мероприятий или для дня. Дальше у нас есть платье по типу бренда Realization Par, которое на запах. На запах, опять же, запах это такой вариант кроя платья, который очень комплементарный для фигуры. В данном случае я выбрала платье с белым фоном и черным горохом, вы можете выбрать то, которое вам нравится, это шифон. И такое платье идеально сочетается, во-первых, со спадрильями, с каблуками, с низким ходом, на день, на вечер. На вечер представьте такой образ. Это платье, черные каблуки, которые здесь представлены, и красная помада, небольшой клатч или сумочка. Ваш образ готов, очень женственно, красиво и непринужденно не занимает много времени для подготовки. Дальше у нас есть джинсовое или из денима платье. И данное платье у нас длиной миди, длину вы можете, опять же, корректировать под себя. Я выбрала тот силуэт, который будет подходить большинству типов фигур. Это силуэт, который по фигуре с акцентом на талии, а дальше у нас подол юбки А-образный, но не слишком широкий. Опять же, выточки на груди, что очень комфортно, особенно для девушек, у которых размер груди больше, чем второй, потому что без выточек просто кажется, что у вас какой-то объем непонятный здесь образуется. Рукава здесь просто открыты, что позволяет вам надевать, например, это платье с футболкой под него, или же с каким-то гольфом, или сверху надевать еще что-то и при этом чувствовать себя очень комфортно, чтобы здесь ничего не терлось под другим рукавом. Данное платье супер универсальное. Вы можете носить его с эспадрильями, просто с кедами в обычное время или в обычный день, или же для чего-то более официального с каблуками, с красной помадой или любой другой яркой помадой, с какой-нибудь интересной укладкой. Все, ваш образ готов, и это платье будет смотреться действительно в соответствующий случай. И следующее платье это такой типичный слип дресс, это платье, которое до сих пор в моде бельевой стиль. Естественно, оно не столько короткое, насколько кажется на фотографии, это платье идеально подходит абсолютно для любого случая, это может быть день, это могут быть совершенно простые босоножки, или же каблук для вечера и какая-нибудь интересная помада, укладка, украшения, клатч, и вы готовы. Переходим к обуви. У нас есть босоножки на каблуке, классика, две полоски, пояснять не буду. У нас есть очень дневные на комфортном городском каблуке босоножки, которые при этом же оставляют определенную женственность, в отличие от низкого хода, но комфорт присутствует. Дальше у нас есть эспадрильи, абсолютно недооцененный элемент обуви, который должен быть летом, который практически совсем из указанного гардероба и не только сочетается. Дальше у нас есть, я решила побыть немножко плохой девочкой и сделать для вас что-то более интересное, чем обычные босоножки на низком ходу, опять же с двумя полосочками, но на плоской подошве. В данном случае у нас это платформа, в данном случае у нас это такие объемные заявляющие о себе босоножки. И они, как ни странно, тоже идеально сочетаются с большинством указанного гардероба, но при этом что будет основой, да, почему я их выбрала? Потому что они уже немножко показывают ваш стиль, что вам нравится, заявляют о себе. Они просто являются таким совершенно нейтральным базовым аксессуаром. Дальше у нас есть яркие босоножки на каблуке, у нас есть белые кеды, пояснять у них вообще не имеет смысла. И две сумки, опять же, все вы варьируете абсолютно под себя. Вам не нравится две, делайте три, вам хочется только одну, выбирайте одну, которая вам нравится. В данном случае я выбрала одну молочную, кремовую, с ручкой, которую можно носить на плече или через плечо. Прекрасно смотрится, совсем из указанного гардероба не только сочетается. Размер средний, для того, чтобы туда поместился в ваш телефон и какие-то обычные вещи, которые вы кладете в сумку. И есть сумка шопер, вы можете для себя выбрать эту сумку в формате хобо или же структурированной, просто большего объема сумки. И это сумка кремового цвета, такой светлый беш, это может быть совершенно любой нейтральный цвет. Соответственно, и это может быть глубокий синий, это может быть светло-серый. И эта сумка будет служить, например, вашей сумкой на работу, если вы хотите на работу, на которую нужно много чего носить. Или, в принципе, ваш день подразумевает большое количество вещей с собой, данный вариант аксессуары будет идеальной для вас. Ну что, на сегодня это все. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. В данном видео я постаралась подобрать для вас более яркий и интересный базовый гардероб, который до сих пор выполняет свою функцию, но все же частично показывает какую-то вашу особенность, какую-то изюминку, которую вы хотели бы показать в своей одежде, да, чтобы не все было совершенно нейтральным, ничего не выказывающим. Безусловно, данный гардероб вы можете еще минимизировать и убрать несколько элементов, или же наоборот добавить. И этот гардероб является основой однозначно. Вы к нему еще можете добавлять яркие элементы, какие-то фишечки или какие-то интересные красивые платья или топы с принтами. Все, что вам нравится. Но данный набор вещей может быть и вашей капсулой на лето. То есть вы можете жить исключительно внутри этого гардероба, миксуя до бесконечности. Я, безусловно, или в течение видео, или сейчас покажу вам примеры, как можно миксовать вещи внутри этого же гардероба. И все, и вам будет абсолютно так же комфортно каждый день, потому что количество вариаций, сочетания вещей внутри этого гардероба огромное. Я очень надеюсь, что это видео вам было полезно, что оно вам понравилось. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях внизу. А вам классного, крутого, вдохновенного, легкого, вашего теплого дня! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok